В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в создании финансовой пирамиды в Казахстане. Сегодня его доставили в столицу для допроса. По предварительным данным, обманутыми им оказались свыше 350 человек, а их ущерб исчисляется миллионами тенге. Все подробности этого дела знает Елена Шрайбер. Беззалоговый кредит в Королевском банке Англии. Именно на такую рекламу попались несколько сотен казахстанцев. Больше года мошенник колесил по стране и предлагал взять до 1000 евро в кредит по низким процентным ставкам. При этом деньги якобы поступали из британского банка, которого, кстати, даже не существует. Одного из подозреваемых задержали в Алматы. Сегодня его доставили в столицу для допроса. Сумму ущерба еще подсчитывают. Известно лишь, что в дураках остались свыше 350 человек. Данный гражданин осуществил мошенничества и действия по республике. На настоящий момент установлены в Атравской области, в Активинской области, в Арганинской области и в ряде других регионах. За совершение мошенничества в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы. И это не единичный случай, когда мошенники обманом пытаются заполучить деньги или имущество. С начала года в стране зафиксировано свыше 31 тысячи преступлений по фактам мошенничества. Это на 11% больше, чем в 2014. Рост мошенничества у нас связан с изменившимся порядком регистрации и отменной стадии возбуждения уголовного дела. В прошлом законодательством было предусмотрено принятие процессуального решения в трехсуточный срок. Теперь же этот срок составляет 24 часа. И в связи с этим в течение 24 часов получается достаточно трудно определить признаки мошенничества. Но тем не менее, если эти признаки есть, производится регистрация и начинается досудебное расследование. Чаще всего преступники посягаются на деньги, якобы в долг. Другие заключают договоры, но не торопятся их исполнять. Самые изощренные оформляют мнимые кредиты, жонглируют имуществом, земельными участками или якобы предоставляют квартиру в аренду. Есть еще махинации с автомобилями. Так, в 2014 году в Алматы автодилеры и банки предложили казахстанцам покупать автомобили по упрощенному варианту. Достаточно было внести 5-10% от стоимости авто, остальные деньги выделяли банки. Этой ситуацией и воспользовались аферисты. Путем вхождения в доверие простых граждан, в основном малоимущих, вносили за них первоначальный взнос в сумме от 1 до 1,5 миллиона в деньг, в то время составлял это 5-10 тысяч долларов. Заключали договора от имени граждан, приобретали автомашины и забирали и перепродавали автомобиль. А гражданам заверяли, что несостоявшимся владельцам автомобиля, они обещали погасить кредит, за них она будет погашена. В итоге в автосалонах Алматы было похищено более 140 автомобилей стоимостью 1,5 миллиарда тенге. А в числе пострадавших были как и простые люди, так и банки. По этим фактам провели расследование. К уголовной ответственности привлекли группу лиц из 15 человек. А между тем психологи учат население, как распознать потенциального мошенника. Как оказалось, у аферистов особое повинение и даже внешний вид. Они приглашают этих на определенные помещения, закрытые помещения, не окна, не двери обычные. И могут об этом, одно им тоже может долго говорить, около часа. Через 15 минут люди начинают верить. Внутри себя не могут, возможно, будут какие-то сомнения, но у них будет побеждать вот слово, как сказать. Но они почему-то соглашаются, на это идут. В погоне за скидками, льготами или возможности сэкономить люди часто теряют бдительность. Именно в такие моменты этим могут воспользоваться мошенники. Играя на доверие, они способны заполучить все самое ценное. И поэтому всегда стоит помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Елена Ширабер, Езбол Жамшитов, Ганел Шинбаев, 24КЗ, Астана.